Привет, мои талантливые! С вами журналист и блогер Ирина Марьясова. И сегодня я хочу поговорить о том, как стать крутым копирайтером, как зарабатывать во фрилансе. Давайте сначала расскажу вам свою историю. Я в журналистике уже около 20 лет. Я 20 лет не расстаюсь с блокнотом, ручкой, микрофоном. Работала на федеральном канале, до этого работала на радио, в газете, в телевидении и так далее. Но в какой-то момент я поняла, что я хочу уйти из большой журналистики и не знала, чем буду заниматься. И вот я пришла в Инстаграм, и когда Инстаграм узнал о том, что пришел хороший, замечательный журналист, на меня стали выходить предприниматели, блогеры и просить, чтобы я для них написала текст. Конечно, я согласилась, и когда я стала писать тексты, в какой-то момент увидела, что я зарабатываю гораздо больше, чем на телевидении. И в этот момент я ушла с телевидения окончательно и стала зарабатывать деньги только в Инстаграме. И так создала свой курс Инстакопирайтинг, кстати, на котором я обучаю своих копирайтеров. И сегодня хочу вам рассказать о том, как стать копирайтером, с чего начать, действительно ли все могут быть копирайтерами, где находить заказчиков и сколько копирайтеры зарабатывают. Все ли могут быть копирайтерами? Наверное, все. Но здесь другой вопрос, будет ли вам эта профессия приносить удовольствие. Я считаю, что копирайтерами надо становиться только тем людям, которые любят писать тексты. Люди, которые любят читать книги и писать тексты. Потому что вы будете писать не о том, какая прекрасная погода, не о том, какое у вас хорошее настроение, а вы будете писать тексты о том, как работает завод металлоконструкции, либо как психологу найти работу, либо как многодетной маме положить ребенка спать. Что делать, если вы давно смотрите на копирайтеров? Вам нравится, что копирайтеры имеют свободный график, копирайтеры живут там, где хотят, копирайтеры путешествуют, копирайтеры не ходят в офис. Копирайтерам главное, чтобы был интернет и вдохновение. И это все будет приносить вам деньги. Так вот, что сделать, с чего начать? Для начала я вам советую просто найти человека, для которого вы могли бы написать текст. Пусть это будет ваша мама, либо это будет ваш супруг, либо это будет ваша подруга, которые что-то продают, либо у которых есть какой-то проект. Допустим, ваша подруга вешает шапки, либо ваш муж создал автозаправочную какую-то станцию, либо что-то там, не знаю, ремонтирует машины. Ему нужны тексты, чтобы продавать в интернете. Попробуйте написать для этого человека первый текст. Главное, не относитесь к этому тексту серьезно. Позвольте себе сделать не идеальный текст, пусть он будет плохой. Ничего в этом страшного нет, но главное, почувствуйте, нравится ли вам, играете ли вы метафорами, ищите ли вы подходящие слова, убедили ли вы себя в первую очередь, что ваш супруг, либо ваша подруга продает классный товар. Если бы вы были покупателями, прочитав этот текст, вы бы купили или нет? Итак, попробуйте написать первый текст, это очень-очень важно. Далее, если вы хотите обучаться самостоятельно, поверьте, очень много копирайтеров, самоучек, сильных самоучек, которые очень много зарабатывают денег, так вот, просто найдите книги, которые помогут вам влюбиться в копирайтинг и освоить эту профессию. Допустим, такие книги таких авторов, как Максим Ильяхов, Дмитрий Кот, Денис Коплунов и так далее. Я обязательно укажу ссылочки под этим видео, чтобы вы могли найти эти книги. Еще копирайтингу можно научиться на практике. Чем больше текстов вы пишете, любых текстов, тем более вы осваиваете эту профессию. Вы можете пойти работать на биржу копирайтеров, таких бирж очень много, просто в гугле, в яндексе, в бейте биржа текстов и найдете эти ресурсы, но честно, я вам туда не советую идти, потому что на таких биржах текстов вы будете зарабатывать 50 рублей за текст, 10 рублей за текст. Зачем вам это надо? Идите в инстакопирайтинг, где за один текст платят 500, 700, 600, 800 рублей. Не бойтесь писать блогерам, не бойтесь писать своим знакомым, что вы копирайтер и готовы с ними сотрудничать. Если у вас еще нет опыта, поработайте один месяц бесплатно, но делая и учась делать качественные тексты. Если вы хотите стать профессиональным копирайтером, то обязательно приходите ко мне на курс, потому что многие выпускники учатся потом и работают потом у топовых блогеров после того, как прошли у меня обучение. Еще один важный момент. Если вы по-настоящему решили быть копирайтером, то теперь иначе смотрите на чужие тексты. Не так, как раньше открыли инстаграм, листаю ленту, нравится, не нравится. Нет, теперь смотрите на тексты, думайте, почему автор начал текст именно с этих слов, почему у него во втором абзаце были именно эти глаголы и детали, почему именно так он текст закончил. Учитесь смотреть на чужие тексты отстраненно и воспринимать их как учебники. Это тоже очень и очень важно. Копирайтинг очень обширная тема, и обязательно на своем блоге я буду подробно вам рассказывать о том, как писать продающие, рекламные тексты, тексты для поболтать, как находить заказчиков, что такое этика копирайтера. Смотрите, подписывайтесь, оставайтесь вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. В следующий раз я вам расскажу о том, что такое этика копирайтера и вообще с чего копирайтеры начинают и как они становятся известными. Я уверена, что копирайтинг – это профессия будущего. С вами была ваша Ира Марьясова. Пишите тексты с любовью. Пока-пока.